Третий краевой форум движения «За веру Кубань и Отечество» стал не менее представителем, чем предыдущие два. Врачи, учителя, аграрии, казаки, спортсмены, политики и представители общественных организаций. Больше тысячи единомышленников. Общественному движению чуть больше года, но за такой короткий срок инициаторы «За веру Кубань и Отечество» доказали, это не разовый проект и не политическая партия. Что меня привлекает в нашем движении, что оно не политизировано. Оно именно во благо нашего народа. Здесь нет никакой теории, здесь только практика. Вот они, вещи, материализованное движение. Это флаг, гимн, Отечество, это предметное такое движение. Цели и задачи движения рождаются не в кабинетах. Это ответ на то, что происходит сегодня в обществе. Причем реакция подчас молниеносная. Недавняя провокация американских музыкантов с российским флагом – яркое тому доказательство. Воспитание кубанской молодежи в духе патриотизма еще в октябре 2012-го на первом форуме инициатор движения Александр Ткачев обозначил как приоритетное направление. Месяц назад вся Кубань поднялась против омерзительной выходки американской рок-группы. Наша реакция была молниеносной и солидарной. Их с позором отсюда выгнали. И знаете, о чем я тогда подумал? Мы стали другими. Более зрелыми и более самодостаточными. И самое главное – люди поверили в свою страну. Я уверен, не так страшна чужая культура, как собственное беспамятство. Мы просто не можем развиваться без сохранения своего нравственного и культурного кода, без уважения к своей истории и традициям предков. Темой же нынешнего форума стала ценность традиционной кубанской семьи. Возрождать многодетные семьи, максимально противиться западной так называемой толерантности в семейных ценностях, призвал настоятель храма Рождества Христова. Родитель номер один и родитель номер два вместо мамы и папы. Как это сейчас практикуется в европейских странах, это не про нас, уверен протеерей Александр Игнатов. Православная вера, к которой возвращается все больше кубанцев, выступает против однополых браков, также категоричные в отношении абортов. Настоятель храма привел пример. На пасхальной седмице в этом году на Кубани проводилась неделя без абортов. Вместе с врачами, волонтеры и священники беседовали с будущими мамами. За семь дней удалось сохранить жизнь 338 малышам. Если мы говорим, что бороться за рождаемость нужно всем миром, то я предлагаю сделать на Кубани территорию без абортов. Давайте рожать детей на Кубани. Пусть их будет больше. Хотелось бы сделать еще одно предложение. Пусть Краснодарский край будет территорией без гражданских браков. А то сейчас придумали красивое название, которое перестало резать слух, узаконили блуд через эти сожительства греховные, которые называют гражданским браком. Пусть будет Кубань землей традиционных для Кубани и России семейных ценностей. Народы Кавказа помнят свои традиции. Почему же кубанцы о них забыли? Спросил со сцены Александр Ткачев. Я часто говорю о том, что все начинается, конечно же, с семьи. Мы действительно возрождаем семейные ценности. Мы говорим об этом вслух. Вы знаете, мы этим отличаемся от других субъектов Российской Федерации. Европейские штучки – это культура, которая, в общем-то, нас развернула буквально за несколько десятилетий. Мы же прекрасно это понимаем. Нам нужно возвращаться домой. Нам есть с кого брать пример. Нам не нужно стесняться. Мы должны говорить, вести наступательную политику. Третий ребенок на Кубани – это норма. Так должно быть. И это должно стать повседневностью. Верность традициям, своей культуре отличает Кубань от других регионов страны, причем к культуре многонациональной. О том, что в регионе есть все условия для мирного соседства трех десятков национальностей, говорила София Чанова. Желанием сохранить хрупкий межнациональный мир в регионе было продиктованное решение организовать казачьи патрули. А ведь это тоже возврат к своей истории. Противников инициативы края создать казачьи патрули было немало. Нашлись из тех, кто попытался разыграть даже национальную карту. Но кубанцы не поддались на провокации. Председатель Кубанского парламента призвал и впредь не раскачивать лодку спокойствия в регионе. Только в единой семье, в едином кулаке, понимая друг друга, не делясь на национальные квартиры, мы можем защитить свою территорию, обеспечить мир и процветание. Мы с вами должны научиться строить сначала, ничего не разрушая. Движение наше за веру Кубань и Отечество способствует именно этому. И я обращаюсь к присутствующим с просьбой, чтобы каждый из нас был активным бойцом этого движения, чтобы мы обеспечили мир, общественный порядок и экономическое процветание на Кубани. Кубанский казачий хор – одна из колдовых традиционной казачьей культуры. Коллектив бережно сохраняет песенные традиции прадедов и, естественно, участвует в каждом большом форуме движения. Худрук хора Виктор Захарченко много сегодня не говорил, к участникам движения он обратился стихами. Прощай мой край, где я родился, где первую жизнь свою выдал, где козаком на свете явился, родной Кубани присягал. Кому мы сегодня присягаем? Где дяди, прадеды служили, в пользу русскому царю за Русь головки положили. Когда нужна, отдам свою. Мы должны оставаться верными своей культуре и, конечно, нашим традициям воспитывать в них своих детей и внуков, помнить, откуда мы родом и какая духовная глыба за каждым из нас. Хватит бороться против, нужно бороться за веру в себя и своих близких, за Кубань и Отечество. Участники форума обозначили задачи и цели на ближайшее будущее. Движение за веру Кубани и Отечество не должно остаться в стороне от беды на Дальнем Востоке. Край одним из первых начал собирать гуманитарную помощь. Кроме того, впереди у Кубани, как отметил Александр Ткачев, возможно, главное событие в истории региона. Зимними играми в Сочи будут интересоваться минимум 4 миллиарда человек. И о Краснодарском крае впервые узнают в самых разных частях планеты. Регион должен получить максимум дивидендов. И речь идет не столько о деньгах. Каждый кубанский ребенок, как заявил Ткачев, должен почувствовать сопричастность к этому грандиозному событию.